Всем привет! Я давно обещал рассказать, как установить кабель с OBD-адаптером в Tesla Model 3. Та же самая инструкция подойдет, по идее, и для Model Y. И кабель должен быть, по идее, тот же самый. Значит, для того, чтобы это установить, вам нужно будет купить сам этот кабель, если вы не хотите делать его самостоятельно, хотя инструкции есть, можно спаять при наличии разъемов. Можете купить в любом магазине, AliExpress, eBay, Taobao, Amazon и там разные сайты в интернете, в зависимости от того, в какой стране вы живете, вот там можете купить. На сайтах авторов программ для диагностики Теслы есть ссылки на кабели, аффилиированные. И у меня, я ничего не рекламирую, я ничего не продаю, во всяком случае на этом этапе канала. Он у меня чисто хобби, поэтому можете поискать ссылку на свой страх и риск купить. Смотрите, обращайте внимание на отзывы покупателей на товар, вот, и вообще количество заказов. Чем больше заказов, и если отзывов хороших, там 96-98%, значит, скорее всего, товар хороший можно брать. Ну, хорошо. Что нам понадобится? Нам понадобится залезть на заднее сидение, отодвинуть переднее сидение на максимум вперед, чтобы нам было больше места. И потом нам надо будет, вот посередине, где у нас находится подлокотник, задняя часть подлокотника, в самом низу есть такая пластиковая крышечка, которая снимается. Значит, по идее, ее снять, по идее, можно, сдавив руками с боков, высвободив защелки, потянув на себя. Ну, я боялся поломать, поэтому открывал пластиковыми инструментами, которые когда-то у меня приехали для замены экрана в телефоне. Вот, но и так все равно царапины остались. Поэтому попробуйте сжать по бокам и потянуть на себя. Пластик достаточно гибкий и не должен сломаться. Вот, хорошо. Значит, когда вы это все обнажите, вы видите разъем. Это соединение двух частей Теслы. У Теслы есть, грубо говоря, правое и левое полушарии, которые отвечают за управление основными функциями автомобиля и салона. ОБД разъем под рулем зашифрован, закодирован и используется только Теслой самой. А, да, чуть не забыл. Поддержите, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Вы этим поможете другим зрителям увидеть мои видео. И если это полезное видео, почему бы и нет. Спасибо большое. Еще одно супер важное дополнение. Безопасность Bluetooth-соединения, она не гарантирована вообще. Даже если у вас девайс под паролем, теоретически его можно обойти, взломать и так далее. Поэтому не оставляйте ваш автомобиль с подключенным USB, с подключенным OBD-девайсом. Будь то Bluetooth или Wi-Fi адаптер, теоретически защита их очень слабая. И злоумышленник может какие-то передать команды системам автомобиля и заполучить, возможно, над ним контроль. Вот. Поэтому только на время использования подключаем девайс, считываем информацию, которая вам нужна и интересует. Отключаем OBD-адаптер. И да, пользуйтесь пин-кодом для запуска автомобиля. Даже сервисный центр не может быстро и легко обойти это ограничение. Спасибо. А здесь у нас перемычка между правым и левым контроллером Теслы. Поэтому в эту перемычку мы и можем вклиниться с нашим переходником и получить доступ к КАН-сетям в Тесле. Из того, что я читал на американских форумах Тесла Клуба, как минимум 7 КАН-сетей. Из них эти программы, которые нам позволяют считать информацию, такие как ScanMyTesla и Teslux для iOS, они позволяют видеть и расшифровывать сообщения двух из семи КАН-сетей. Скорость передачи данных настолько высокая, что большинство OBD-адаптеров даже с STN-чипами не справляются с этим потоком данных. У них переполняются буфера, и они зависают. И авторы программы идут на разные ухищрения, чтобы эти ограничения обойти, либо просто оптимизировать свою программу под один вид адаптера. Например, OBD-Link MX, который очень дорогой, и все равно он не дает максимальной скорости считывания информации. Но когда вы увидели разъем, не спешите его рассоединять. Tesla для того, чтобы не вызвать никаких ошибок, должна быть обесточена. Значит, как обесточить Tesla? Это важный пункт нашей программы. Значит, нам нужно обязательно обесточить машину. Для этого не нужно, конечно, отсоединять высоковольтный аккумулятор, даже аккумулятор 12 вольт. Tesla позволяет это сделать с экрана. В меню Service – выключение машины. По-английски – Power Off. Но тоже оно не наступает мгновенно. Это как, помните, 95-й, 98-й Windows, выключение Windows. Эта процедура тоже занимает время. Каждый модуль по очереди отключается. Вот. Как понять, когда у нас отключено все? Когда Tesla совсем потухла? Надо ориентироваться на звук реле высоковольтного, который находится под задним сидением. Оно очень громко размыкается. И вы это обязательно услышите. Не пугайтесь, это нормальная ситуация. Оно будет отключаться, вы это услышите. После отключения этого реле проходит еще некоторое время. Выключаются все остальные системы автомобиля. На что я ориентировался? Свет салона. Подсветки в нишах для ног. Подсветки в бардачке. Питание на USB разъемы. То есть у меня был подключен телефон, который заряжался. Экран наш тухнет. Потом тухнут все лампочки. Вот. И перестает заряжаться телефон, подключенный в подлокотник. Все. Тогда мы можем... И мы услышали этот громкий плацающий звук. Или даже стук. И после этого окей. Машина считается обесточенной. Если вы что-нибудь в этот момент сделаете, например, дверь откроете, или этот разъем обратно решите соединить, машина обратно включится. Поэтому при выключении питания желательно ту дверь, через которую будете входить, заходить в машину, оставить открытой. Так, на всякий случай. Итак, ваш разъем оголен, доступен. Теперь вы можете рассоединить. Значит, рассоединить этот разъем вам поможет плоская отвертка или другой плоский инструмент. Узкий, достаточно легко все это рассоединяется. После чего вместо этого разъема мы подключаем наш переходник. То есть он просто вклинивается. И от нужных проводов нам отводит стандартный UBD разъем. Ничего сложного. Включаем все на свои места. После того, как мы соединим вторую часть разъема, машина оживет. Терминатор снова включится. Начнет обратно включать реле. Квасать, шипеть, дышать и все остальное. Потом будет у вас дальше задача, что делать с этим разъемом. Можно установить себе еще UBD удлинитель и перенести разъем себе ближе к водительскому сидению, чтобы к нему был удобный доступ. А можно оставить этот хвост болтаться под ногами среднего пассажира. Вся эта дребедень даже как-то помещается под этой крышкой защитной. Вот ее можно пробовать туда упрятать в металлическую конструкцию. Но будьте очень осторожны. Работайте только в перчатках. Это штампованные металлические детали, не обработанные. Поэтому очень легко можно порезаться. После этого закрываем обратно крышечкой. Если поедете в официальный сервис, лучше этот переходничок извлечь. Для, так сказать, абсолютного спокойствия духа. Не всегда сервис как-то эти переходники замечает и не всегда на них ругается. Но зачем вам теребить дикаранчо? Вот. Машина гарантийная, теоретически. Но не можем ничего в ней внутри копаться. Во всяком случае, неправильно работающий переходник, провода, которые там где-то имеют паразитные контакты, наводки, могут послужить причиной каких-то помех в работе автомобиля. Вот. Поэтому, если у вас что-то с автомобилем происходит не от того, отключите, пожалуйста, переходник и проверьте, не влияет ли он на работу машины. Ну, здесь я показываю адаптер, которым я сейчас исчитываю информацию при помощи ScanMyTesla. Это V-Link V-Gate, дешевая приблуда на чипе ELM-327. Работать с Android только, но мне этого хватает. Android, на Android, допустим, доступно ScanMyTesla, которая стоит там 10 евро. Сам переходник стоит вообще еще дешевле. Сам OBD адаптер стоит еще дешевле. Переходник стоит, ну, до 20 евро. Вот. Если не идти в OBD-Link Mix, который стоит 100 евро, то он нужен только, если вы хотите использовать iOS. Но если вы хотите использовать iOS, вы можете использовать альтернативную программу, которая называется Teslux. И на сайте автора есть список тоже контроллеров, более дешевых, чем OBD-Link Mix, которые позволяют считывать данные Tesla в этой программе. Ну, вот, пожалуй, все. В следующем видео постараюсь рассказать о том, какие показатели я вижу и считываю со своей Tesla 21 года выпуска на батарейке LG. Спасибо большое. До встречи.